Доброго дня всем, дорогие друзья! Сегодня в гостях у программы «Есть что сказать» гости из Екатеринбургского миссионерского института. Ну, во-первых, это ректор этого учебного заведения Наталья Александровна Дьячкова. А кроме того, студент второго курса Иван Авдюшин и студентка первого курса Ксения Гусева. Мы всех вас рады приветствовать в нашей студии. Добро пожаловать! Здравствуйте! И у нас есть информационный повод, благодаря которому мы снова с вами встретились. Наталья Александровна, какие новости в хорошо знакомом нам Миссионерском институте? Спасибо, что пригласили. Действительно, нам есть что сказать. И сегодня мы пришли сказать вам о том, что с 1 сентября этого года в нашем институте открывается дневное отделение. Я думаю, что это радостное для всей нашей епархии, метрополии событие, потому что выпускники школ, молодёжь имеют возможность поступить в институт и получить бесплатно высшее богословское образование на теологическом факультете нашего института. Это действительно очень радостно, тем более, что сейчас многие родители 11-классников с замиранием сердца ждут ЕГЭ, или, как сейчас это называется, ОГЭ, уже успели переименовать. А вот скажите, пожалуйста, ЕГЭ будет иметь какое-то отношение к поступлению в ВУЗ миссионерский? Да, выпускников школ мы будем принимать по результатам ЕГЭ. У нас вступительные экзамены для людей, закончивших среднюю школу, русский язык, общество знания, история. Вот результаты ЕГЭ по этим предметам мы будем учитывать. Ну и ещё предстоит нашим абитуриентам сдать один экзамен по предмету, который в школе не изучают. Это предмет основы православия или, проще сказать, закон Божий. Вот, значит, если человек приносит нам ЕГЭ, русский язык, общество знания, история, мы учитываем ЕГЭ, и плюс к этому мы просим сдать ещё один экзамен по закону Божьему. Это будет устный экзамен или письменный? Да, устный экзамен. И вопросы к экзамену есть на нашем сайте, на сайте Миссионерского института. Вот, вопросы эти несложные, и объём программы по основам православия, он совпадает с тем, как закон Божий изложен в известном популярном учебнике Серафима Слободского «Закон Божий». Я думаю, все люди церковные знают об этом учебнике. Поэтому вполне можно подготовиться к сдаче вступительного экзамена по основам православия. Наталья Александровна, а надо ли благословение духовника? Обязательно. Мы принимаем абитуриентов, у которых есть письменное благословение духовника. Но если у человека ещё нет духовника, то от священника, которому он часто ходит на исповедь, или чаще всего ходит на исповедь. А можно и взять направление от настоятеля храма, в котором человек бывает, на литургии, на исповеди. Но обязательно мы должны иметь это письменное благословение от священника, чтобы быть уверенными в том, что к нам поступил человек православный и человек воцерковленный. В большей или в меньшей степени, но тем не менее, что это не просто пришёл человек из праздного любопытства, а что это человек, который уже живёт церковной жизнью. Кроме того, на экзамене, мне кажется, тоже какие-то моменты будут видны при беседе. Да, конечно, при беседе тоже видно, насколько человек воцерковлен, насколько он знает Писание. У нас в институте до сей поры существовало только два отделения – вечернее и заочное. Вот у нас три курса вечернего и заочного отделения. В этом году, по благословению владыки нашего митрополита Кирилла, мы открываем дневное отделение. И вот дети, которые сейчас вместе со своими мамами и папами думают о том, куда им поступать, я думаю, что можно прислушаться к нашему приглашению и прийти к нам в Миссионерский институт по адресу Карла Маркса, 12, посмотреть, что у нас там есть, и, возможно, поступить к нам в институт. Всё-таки нечасто в наше время есть такая возможность получить качественное образование бесплатное. Всё-таки все частные вузы сегодня платные, мы об этом знаем. Вот, и за четыре года, а на дневном отделении в нашем бакалавриате четыре года учатся студенты, и за четыре года получить высшее богословское образование, а затем можно продолжить обучение в любой магистратуре любого университета нашего города или в другого города, например, в ПСТГУ поехать, в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, и там поучиться в магистратуре. А можно и просто, закончив бакалавриат, работать в церкви на приходе, миссионером, катехизатором, преподавателем церковно-приходской школы. Можно и работать в светской школе, учителем основ православной культуры и светской этики. Можно работать и в православных библиотеках, и лаборантами на кафедрах религиоведческих или теологических. Но я думаю, Светлана, что и ваш телеканал «Союз» не откажет такому выпускнику нашему с богословским образованием, если он захочет потрудиться, например, в православных СМИ на канале «Союз» или в православной газете. Да, конечно, это ценные кадры. Да, область применения здесь большая, поэтому, я думаю, может быть, кого-то останавливает вопрос, а кем я буду работать? Ну вот буду я бакалавром теологии, а кем я смогу работать? Ну вот я уже сказала, кем можно работать в церкви, в храме, в православных СМИ, в православных библиотеках, а можно и дальше продолжать свое образование. Спасибо, Наталья Александровна. Вот именно этот выбор сделали наши юные гости. Ксения, скажите, пожалуйста, почему пошли именно в Миссионерский институт? И чем еще вы в жизни занимаетесь? Последние классы перед окончанием школы как-то потянула в храм, и захотелось мне заниматься именно каким-то служением в церкви. И очень хотелось помогать людям, но помогать можно по-разному. Существует множество различных благотворительных организаций, различных клубов по интересам. Это тоже своеобразная помощь людям, досуг. Но вот именно миссионерство, оно особенно важно сейчас. Почему так считаете? Особенно внутренне, в церкви. То есть надо в церковь прийти, а потом еще в ней остаться? Да, конечно. Ксюша, спасибо, я поняла. А вы еще где-то учитесь, да? Да, я учусь в ОРГПУ на заочном отделении по направлению педагогики дошкольного образования, педагогика духовно-нравственного воспитания. Это вот в светском вузе такое направление существует? Педагогика духовно-нравственного воспитания? Да, да, да. Это замечательно, конечно. Это вот для меня, например, открытие. Давайте теперь Ивану предоставим микрофон и предоставим слово. Здравствуйте. Вань, скажите, пожалуйста, вы сейчас студент второго курса, вы учитесь заочно, на вечернем? Я учусь на вечернем отделении, вот уже второй год заканчиваю. А как у вас сложился путь в миссионерский институт? Ну, так, достаточно долго. Еще когда я учился в 11 классе, вернее, даже в 10. Тогда еще был не миссионерский институт, а миссионерские курсы. Узнал, что есть такое. Подумал, может пойти. Но там 11 класс, подготовка к ЕГЭ, все такое. И потом не получилось просто, потому что времени не хватало. А потом, когда сдал уже ЕГЭ, посмотрел, что миссионерские курсы стали институтом. И подумал, раз уже определился, раз захотел, почему бы и не продолжить свой путь. Ну и так поступил тогда, когда я еще поступал, общество знания не было. То есть поступал только по русскому, истории и закону Божьему. Ну, поступил, учусь сейчас хорошо. Мне нравится. Где-то еще учитесь, работаете? Я учусь еще на дневном отделении, в техническом вузе. Вот, поэтому, ну, так получается, два образования сразу. Богословская и техническая. Да, богословская и техническая. Светлана, а может быть важно сказать о том, что Иван-то у нас закончит православную гимназию? Ну, вот он, видите, у нас почему-то об этом не говорит. Он открывает, что он учился в православной гимназии. С первого класса там учились? Нет, с пятого. Там она вообще, во втором классе была, она только открылась. Вот расскажите об этом, пожалуйста, потому что это тоже очень интересно. Ладно. В миссионерский институт. Я пришел из православной гимназии во имя святых царственных страстотерпцев, которые находятся на Елизавете в нашем городе. Учился я там с пятого класса. А что сказать лучше? А вот, знаете, интересно просто. Вот есть такое мнение, что православная гимназия – это некий инкубатор. И когда дети из этого инкубатора попадают в реальную жизнь, они к ней совершенно не приспособлены. Они не готовы к вызовам современного общества. Они теряются. И порой не только теряют себя, но они и веру свою теряют. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, это общество не готово к выпускникам православных гимназий. Вполне сильно, да. Потому что, вопреки стереотипам, практически все выпускники православной нашей школы, гимназии, поступили на бесплатные места, в различные институты. Это и Петербург, это и Москва. Большинство в Екатеринбурге, конечно, учатся, но есть люди такие. И уровень подготовки в нашей гимназии очень хороший, особенно по гуманитарным направлениям, то есть русская литература. Ну и, в принципе, из православной гимназии спокойно можно поступить в миссионерский институт. Ваня, а интересно учиться в миссионерском институте? В миссионерском, да, учиться интересно, но и одновременно сложно. Как наш преподаватель один сказал, что вот такая сложность обучения, она, потом мы без нее не сможем. То есть, когда мы закончим институт, нам будет чего-то не хватать. Нам будет не хватать именно вот этой сложности. А самые любимые предметы, наверное, библиистика и Новый Завет. Толкование, скорее, Нового Завета и Библии. Потому что, ну, лично, как мое мнение, это является главным вообще в жизни христианина и главным в миссионерской проповеди. То есть, когда, например, разговариваем, ну, даже с крещённым человеком, но не воцерковленным, очень часто возникают вопросы относительно освященного Писания. И полезно знать самому, что там написано. Вот. Не только какие-то фразы заученные, а смысл их знать, ну, до конца, понятно, невозможно. Вот. Поэтому, ну, хватит мне говорить. Спасибо, Вань, спасибо. Наталья Александровна, вот от высокодуховных вопросов к вопросам чисто практическим и земным, но очень важным, прозвучало в Вашей речи слово «бесплатное образование». Это на сегодняшний день вопрос больной, болезненный. Да, конечно, болезненный. Ну, вот мы же возникли, изначально мы были миссионерским институтом при Новотихвинском женском монастыре, и все попечение материальное, финансовое брал на себя монастырь и сейчас продолжает нас финансировать. Но поскольку мы вот с этого года уже стали не просто не монастырским институтом, а институтом ипархиальным, то финансовое бремя также берёт на себя ипархия. Поэтому можно сказать, что благодаря монастырю и благодаря ипархии наши студенты имеют возможность бесплатно получать богословское образование высокого качества. И, конечно, за это большое спасибо и сёстрам, и гуменьям монастыря, и нашему владыке. Вот, потому что, ну, не все православные люди имеют возможность платить деньги за то, чтобы получить высшее образование и к тому же богословское образование. Всё-таки ведь многие как рассуждают? Ну вот получу я диплом юриста, там экономиста, ну это вот у меня какая-то профессия в руках, и за это, может быть, я как-то поднапрягусь, и вот родители мне помогут, и я заплачу за моё образование. Но уж вот платить за богословское образование, мне кажется, многие сегодня ещё не готовы. Вот, к сожалению, такова реальность. И мы знаем, что люди ведь, ну, в основном, небогатые или какого-то скромного достатка. Вот, а здесь-то, по милости Божьей, вот так сложилось, что студенты бесплатно учатся. Наталья Александровна, вообще разговор этот можно было бы продолжать и продолжать, но время у нас ограничено. Спасибо вам большое за этот рассказ. Ребята, вам спасибо, успехов в учёбе. Я хотела бы только сказать нашим абитуриентам, нашим потенциальным будущим студентам о том, что всю информацию о том, как поступить в наш институт, они могут узнать, если пойдут к нам на сайт, просто в поисковике набрать «Миссионерский институт». И поскольку в России только один миссионерский институт, они сразу же попадут на сайт миссионерского института нашего. И там есть рубрика «Абитуриентам», где очень подробно написано, какие экзамены, по каким предметам. Это во-первых. Во-вторых, если те, кого заинтересовала наша передача, позвонят по номеру 269-30-36, то наши методисты в деканате тоже ответят на все вопросы. 269-30-36. Код города 343. Да, код города 343. Вот есть ещё один телефон 342-03-40. И код города тоже 343. Это телефоны Миссионерского института. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана. Будем надеяться, что вашего, нашего полку обязательно прибудет. Надеемся. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. Аминь.